Вот и мы, обратный отсчет закончен. Я и не предполагал, что там будет сказано именно это. Давайте скажем так. Всем привет, добро пожаловать в Star Citizen Leaf. Мы вернулись после CitizenCon. Мы здесь на нашем единственном постоянном космическом корабле. На случай, если кто-то из вас, ребята, подумал, что он был построен исключительно для Citizen Gun, на самом деле он был создан задолго до Citizen Gun, мы просто решили сохранить его и дебютировать в честь десятилетия. Но теперь это новый вечный дом для Star Citizen Leaf и Inside Star Citizen. И возможно еще несколько вещей в ближайшие годы, о которых мы не совсем готовы говорить. CitizenCon, это была последняя большая новость. На случай, если вы пропустили это, или вы прятались под скалой, или может быть вы были на TwitchCon 8 октября, у нас был наш CitizenCon 2952, который проходил здесь, на единственной постоянной, где мы продемонстрировали все виды вещей, таких как управление ресурсами, новые подземные сооружения и новый мастер-режим полета. Изменения, о которых мы сегодня поговорим немного подробнее. Пара новых космических кораблей и транспортных средств, таких как Spirit из ТВ, о которых мы также поговорим сегодня немного подробнее и о всяких интересных вещах. Это было довольно хорошее событие. Вы можете посмотреть его на Twitch или YouTube. Я думаю, что теперь все это наконец появилось на YouTube. Четыре тысячи раз обработки на YouTube, это вещь, особенно когда один разговор длится 2 часа 17 минут, а другое полное шоу длится 5 с половиной часов. Вы можете загрузить это, и оно просто сидит там, обрабатываясь днями и днями, а потом идет бац. Вы готовы. Так что же это такое, бесплатно? Джаред, в чем дело? Я свободен. Я на космическом корабле. Я на космическом корабле. Посмотрите на мой космический корабль. К нам присоединяются особые гости. На космическом корабле. У нас есть. О, позвольте мне нажать на кнопку здесь. Джон Крю и Бен Кертис. Как у вас дела, ребята? Мне нравится. Добро пожаловать обратно на космический корабль. Да, вы были одними из первых, кто это увидел. Прошло много времени с тех пор, как я впервые это увидел. Когда мы снимали фильм «Гражданин». Это был конец августа, конец августа, конец августа, когда мы снимали и укомплектовывали его кадрами. Так что это ваши первые возвращения. На этот раз немного меньше стресса, чем сидеть в одиночестве под софитами. Итак, 20 человек пялится на вас. Мы покинули систему поджигателей и теперь припарковались у прекрасного Нью Бэбиджа. На CitizenCon у вас была пара разных презентаций с Джоном. Вы, как часть команды по автомобилям, отвечали за пару презентаций, но я хочу начать с того, что расскажу о новых автомобилях, которые дебютировали. Первым был «Спирит» от «Крусейда». Теперь у вас есть шанс донести это до людей. Как прошел прием? Это было очень хорошо. Я думаю, все были очень взволнованы. Много путаницы в статистике и типа «поднимите мои руки вверх». Мы все испортили. Там было довольно много. Это один из тех прекрасных штормов, когда так много вещей, которые по отдельности идут не так, как надо, были бы пойманы. Но из-за того, что многое произошло одновременно, они проскользнули мимо. Но я думаю, что теперь, когда на веб-сайте все правильно, мы все разобрали. Так что я наслаждался выходными, заходя на Reddit и просматривая все теоретические разработки того, что подходит, а что нет. Каков реальный размер? Что происходит? Почему это так? И я думаю, да, со мной было то же самое. Я видел, как кто-то разместил пост типа «это просто не подходит по размеру». И я такой. Я уверен, что мы все это исправили в концепции. Это похоже на то, что первое, что мы делаем, это убеждаемся, что вещи того размера, который нам нужен, и явно что-то пошло не так. Да, с места в карьер. Почему еще один бомбардировщик? Есть некоторые члены сообщества, которые очень активно участвуют в дискуссии о бомбардировщиках, бомбардировках и тому подобном. Но поэтому мы прямо сейчас добавляем еще один бомбардировщик, подливая масло в огонь. Вот только почему. Как и во многих вещах Star Citizen, мы хотим не просто дать вам один выбор, например, если вам нравятся бомбардировщики, у вас есть что-то вроде Геркулеса, и хотя в будущем у него будет другой вариант бомбы. Там был огромный ассортимент, и мы хотели поместить что-то посередине, и когда мы придумывали дух, мы знали, что хотим сделать варианты в то время. И создание базового грузового и VIP-варианта было очень кстати. Я спросил, что интересного в третьем, и было несколько вещей, с которыми мы могли бы пойти. Но с Геркулесом А2 в линейке, я подумал, давайте поставим что-нибудь посередине. Это вроде как соответствует бренду. И я думаю, как я уже сказал, не для всех работ нужна кувалда, поэтому некоторым из них нужно что-то немного большее с гнездом. Теперь, когда все сказано, мы немного развлекаемся разговором о бомбардировках, дискурсом о бомбардировках. Но на самом деле, как и большинство систем в Star Citizen, бомбардировка еще не находится на завершающей стадии. Как и бомбардировка, которая идет в игре прямо сейчас. Это еще не окончательный дизайн. На этом все не закончится. Это не так. О да, дело сделано. А все остальное все еще находится в стадии разработки. Но бомбардировка закончена. Предстоит еще много тонкой настройки. Есть много других систем, таких как бронепробиваемость, система компонентов и всевозможные вещи, которые повлияют на эффективность бомб в будущем, не так ли? Да, все характеристики могут быть изменены. Так что существует множество игровых систем, таких как Центурион, которые являются или вроде как существовали не для противодействия бомбардировщикам, а для противодействия угрозам, поступающим для атаки наземных локаций. И в некоторых аспектах он вроде как хорошо справляется со своей работой. Есть и другие вещи, например, сами бомбы на самом деле имеют минимальное расстояние до оружия и минимальные безопасные дистанции до того, как они должны сработать, чтобы предотвратить некоторые из существующих проблем. И мы недавно изучали это и обнаружили, что технически это одна из тех очень программных вещей, которые действительно работают. Однако на самом деле это работает не так, как вы думаете, как будто это работает. Существует минимальный безопасный радиус срабатывания бомбы, который составляет что-то около 50 метров. И это означает, что если у вас есть Геркулес, то он находится в 49 метрах от Земли. Вы падаете, он ударяется о Землю, но взрывается не очень хорошо. Затем Геркулес взлетает на 2 метра выше. Бомба разлетается в дребезги. Так что мы прорабатываем множество подобных забавных вещей. Так что еще раз для всех, это относится ко всем игровым системам в Стар Ситизен на сегодняшний день. Но только потому, что мы говорим здесь о бомбардировках, работа над которыми все еще продолжается, все еще разрабатывается. Вы все равно должны абсолютно продолжать предоставлять свои конструктивные отзывы и все такое. И очевидно, Джон Крю, команды по транспортным средствам, опыту и функциям, а также команды по контенту. Они очень хотят услышать ваши отзывы. И по мере того, как все больше систем входит в игру и влияет на нее. Дополнения, которые у них есть для каждой существующей системы, несколько предсказуемы, а иногда и непредсказуемы. Поэтому важно продолжать оставлять свои отзывы, потому что это единственный способ, которым мы учимся, знаем и можем действовать. Итак, последним духом был исполнительный директор. VIP-персона вроде этого. Я просто хочу затронуть одну вещь, потому что VIP-транспорт на данный момент на самом деле не входит в игру. Как работает миксмастер? Давайте позвоним Тони, и Тони заставит миксмастера работать. Мы поговорим об этом. Но нет, я полагаю. Вы можете что-нибудь рассказать нам о VIP-транспорте? Это где-нибудь указано в дорожной карте? Он приближается? Не так ли? Это так? Для этого есть дизайн. Но он не входит в компетенцию ни одной из команд, за которыми присматриваем я или Бен. Так что с моей стороны было бы неправильно сообщать этим командам, когда это произойдет. Помимо Spirit, мы также ввели прямой привод. Серый кот — это серый кот. Стив, нам нужно изменить этого серого кота. Стив, я видел. Я видел, как люди пытались сделать серого кота питом или работать на ПТВ. Эта АТВ начинает отваливаться. Я так не плакал. Пусть Стив будет Стивом. Как вы отреагировали на эту штуку? Довольны ли мы ею до сих пор? Довольны ли мы тем, что люди там делают? Честно говоря, реакция была очень-очень хорошей. Это милое маленькое наземное транспортное средство. В нем мало чего не нравится. Но я думаю, что оно в некотором роде соответствует потребностям коммунальных служб. Оно соответствует потребностям гонок. И я думаю, да, это занос. И я думаю, что все прошло действительно хорошо. Я очень доволен этим. И, Джон, мы немного затронули эту тему в промежуточных материалах для CitizenCon, но изменение скорости движения и все, что вышло примерно в то же время. Это выглядит так. Мы собираемся сказать, что их много. Они все еще находятся в движении? Это последнее изменение скорости движения, которое мы здесь увидим. Так что их будет еще больше. Как я уже упоминал в ставках, которые, я не думаю, они включили в загрузку на YouTube. Так что, если вы не смотрите полное шоу, вам придется смотреть полное шоу. Вы должны посмотреть полное шоу, чтобы попытаться не переделывать его снова полностью. Скоро появится новая модель управления шинами и транспортными средствами, и мы переделали наземные транспортные средства для этого, но из-за того, как работает время. И 318-й не появился на Эва Кэти до того, как появился 317-й, нам пришлось очень быстро в последнюю минуту приблизить эти скорости к старым. Модель просто для того, чтобы как-то запустить мяч, потому что если бы мы сохранили его, то то же самое изменение произошло бы очень скоро после этого. И всем нравится думать, что мы уничтожаем наземные транспортные средства сразу после того, как они выпущены, а это не так. Мы балансируем их, основываясь на том, как они работают, не так ли? Я вроде как чувствую, что здесь есть что-то вроде темы, потому что вот так произошло, а затем дух, и было много путаницы по поводу духа. Это как бы сняло с вас напряжение. Точно так же, как и всегда, всегда нужно что-то вкладывать. Шона Скрайб, модем и стремление к тому, чтобы все было честно. Да, иногда случаются всякие вещи, и у нас была встреча по этому поводу, и я и многие люди внутри компании были очень злы. Указывать на меня пальцем за то, что я это делаю, похоже на то, что это так или иначе, и у них обоих будет какая-то негативная реакция. Так что давайте сделаем это сейчас, а не позже. В рамках сегмента корабль была также задача Джон Крю выбери корабль, которая изменилась в этом году. Там был только один корабль. Средний или это похоже на высокий, заканчивает слова позже. Уровень, средний уровень, да, средний высокий уровень, шахтерская машина среднего высокого уровня. Да, шахтерская машина. И там было голосование. На самом деле я его не видел. Мы знаем, кто победил в голосовании. Ви победил. Я думаю, что это было около 44%. Почему вы качаете головой? Бен, почему вы качаете головой при Ри? Ведь это должно было быть давно. Почему это должны были быть все старые щита Бена? Разве не всем нравятся корабли Арго? Бен любит грузовые суда. Бен любит грузовые суда. Да, они оранжевые. Бен любит апельсины. Так что теперь вам нужно начать процесс проектирования нового карьерного транспортного средства среднего и высокого класса в стиле Ри. С чего начинается этот разговор? Как и все остальное, все начинается с описания дизайна, и оно фактически лежит у меня на столе в офисе. Поэтому, когда я закончу здесь, я подпишу его, а затем передам его руководителям по дизайну и Крису, чтобы дать ему окончательную подпись. И вот тут Бен? Да. И тогда его команда включится в работу. Это будет, я думаю, один из кораблей, которым я буду управлять с самого начала. В то время, как до сих пор так было всегда, производство начиналось после разработки концепции. В то время, как вы знаете, что новые корабли на данный момент будут создаваться, начиная с концепции. Так что это будет хороший урок. Убедитесь, что мы извлекли уроки из некоторых проблем, с которыми мы столкнулись, убедившись, что все правильно задокументировано с самого начала. И у нас не было корабля Ри, и я думаю, что последний был назван Аполлон. Не подумайте, что кто-то скажет, это не последний корабль, но это Скорпиус. 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 Хорошо, да. Что касается меня, то я над этим не работал. Я работал только над мелкими вещами Ри, ничего серьезного. Так что это будет очень весело. А вы где? С чего вы начнете? Хорошо, так что скажите, что он закончил краткое изложение, и теперь дело за вами. С чего вы начнете? Действительно, рано, мы просто получим макет. Это то, над чем нам нужно поработать первого. И действительно, это то, что закладывает основу того, насколько большим будет корабль в целом. Потому что в большинстве случаев у ребят-дизайнеров будет свой список пожеланий из тех вещей, которые мы хотим разместить на корабле. Но из-за того, что наша игра такова, как она есть, она должна физически вписываться в корабль, и это может во многом диктовать, насколько большим будет корабль. И сколько места мы хотим выделить различным его элементам. А затем, как только у нас есть план этажа и приблизительная идея, это переходит в художественный стиль. Глядя на все наши вещи, похожие на библиотеку Ри. Глядя на фрагменты, в которых много стратов, много всяких стратов-стратов. Вот такой ракурс. В нем много хороших острых углов. Но да, просто-просто, и особенность всех наших вещей в том, что у нашей игры есть временная шкала, а также у наших производителей, так что это может быть так. Мы должны решить, где он находится на временной шкале самого Parasite и когда будет дата его выхода. Спасибо, что подняли этот вопрос, потому что это один из моих больших багабу, вещей, ради которых я собираюсь обратиться к своей камере. Одна из вещей, которая всегда привлекает меня, это идея о том, что производители могут выглядеть только определенным образом. Вы смотрите на Форд в течение 60 лет, и Форд кардинально изменился. Вы смотрите на Форд Мустанг не просто как на производителя, а как на конкретную модель автомобиля, и за 60 лет он претерпел некоторые кардинальные изменения. Наши производители судов существуют уже 100, 200, 300 лет, так что должно быть какое-то реальное разделение даже внутри самих производителей. Возможно ли это? Я имею в виду, не давайте мне ложной надежды, Бен, но возможно ли, что мы увидим Ри, который не такой угловатый или не имеет стойк? Я думаю, что у него все еще должны быть свои основные элементы, углы и стойки. Ри, все в порядке. Я думаю, вам так нравится Арго. Я действительно люблю его. Я действительно люблю. Может быть, они смогут перенести туда кое-какие вещи из Арго. Ри, да, у нас могут быть стойки и стойки противоаварийных барьеров. Это не выходная секция. Да, да, это хорошо. Да, мне нравится. Эггис отличный пример этого, потому что когда начинался проект Один Стрит, Эггис были, я думаю, мертвым производителем, таким как Глэдис или Теллета, были последними в их линейке. Я думаю, что они потеряли повествование. Люди сейчас будут кричать на меня. Я думаю, что они потеряли все недавние военные контракты Юс Энвилл, так что они по сути обанкротились или что-то в этом роде. Но ведь это игра, и все может измениться. Когда на литейном заводе 42, как это было тогда, я пришел, и мы сделали эти корабли. Крису они так понравились, что мы подумали, давайте сделаем еще несколько таких кораблей. Таким образом бренды восстали из мертвых. И тогда у вас будет преклонный возраст. Тогда у вас будут новые века, такие как затмение и сабля. И тогда вы увидите это в реальном мире. Производители берут пример с других производителей. Помните, когда появился этот новый Мустанг, а потом вы увидели Додж. Или так оно и было на самом деле. Я думаю, это было похоже на Додж Челленджер 1 Стрит, тот новый Челленджер, а потом вы начали видеть все эти машины. Я возьму на вооружение очень похожий язык форм, даже у других производителей. Мне нравится, как ваши ориентиры похожи на Мустанги и Вызовы, в то время как мои на Фиеста и Эскорт. Они похожи на Шкоды. Да, я был парнем из Форда, но у нас здесь разные недостатки. И потом в Сидина мы говорили о мастер-режимах. Да, мастер-режимы это большое-большое изменение в летном опыте, которое сейчас разрабатывается и тестируется в 42-й эскадрилье. Изначально мы надеялись, что Рич Тайлер будет здесь, чтобы поговорить об этом, поэтому мы не будем слишком много касаться этого. Мы будем уверены, что он скоро появится в шоу, но реакция на мастер-режимы была довольно приятной по всему спектру. Я бы сказал, что видел, как многие такие люди признают это. О да, это поможет. Это именно то, что нужно. И потом, как всегда, при любых больших переменах, есть люди, которые говорят, нет, я не понимаю, как это сработает. Вы просто разделите игру на сегменты. Мы знали, что это произойдет. Да, да. С изменением этого масштаба мы знали, что произойдет такая реакция. И мы могли вложить в эту презентацию CitizenCon очень много всего. И я думаю, что ребята проделали отличную работу, изложив основы. Но мы не смогли охватить все. Так что было много вопросов о том, эй, неужели мой грузовой корабль теперь будет постоянно терпеть крушение? Или что будет с гонками? И на все эти вопросы ответ да, да, крушение на сто процентов. И мы знали, что эти вопросы возникнут. У нас просто не было времени подробно остановиться на этом в этой статье. Поэтому, когда Рич и команда получили шанс сделать это снова, как я уже сказал, это должно было произойти сегодня, но болезни праздники боролись против нас. Мы рассмотрим, каковы планы на этот счет, потому что я хочу, чтобы это был их любимый проект, над которым они работали в течение длительного времени. И именно они должны подробно объяснить это. Теперь, когда все сказано, у нас есть еще немного времени с вами, прежде чем мы вас отпустим. Бен, я понимаю, один из вопросов, которые мы получаем. Я чувствую, что у меня неприятности. Дело не обязательно только в вас. Это касается вас обоих. Один из вопросов, который мы получаем довольно регулярно всякий раз, когда у нас есть сотрудники корабля, звучит так. Что вы можете рассказать мне о тех 600, которые я переделываю? Сейчас мое время, когда 600i. Я думаю, давайте просто будем реалистами. Это не оправдало ожиданий. Это не оправдало многих ожиданий некоторых людей. Много пустого пространства и тому подобное, что происходит во время производства. Я сижу здесь, я разговариваю с Беном здесь и говорю это прямо сейчас, а он просто говорит. Нет, он как бешеный пес. Он такой, нет, я не приветствовал 600, это нормально. Он этого не сделал, но люди ждали, чтобы услышать что-нибудь об этом. И мы собираемся пойти, и я думаю, может быть, мы действительно сможем показать кое-что. Как вы думаете, мы сможем это сделать? Да, скажите нам, где мы сейчас находимся. Где мы находимся в этом процессе. Так что я думаю, на данный момент мы сделали что-то вроде концепции высокого уровня, переданной по этому поводу. Как я уже сказал, мы разработали поэтажные планы. Мы выяснили, где пространство было потрачено впустую, и мы как бы увеличили функциональность пространства, с которым нам приходилось играть. И да, как я уже сказал, мы сделали наши поэтажные планы, сделали наш концептуальный пропуск, и он как бы просто ждет своих мест. Правда. Да, и в команде кораблей мы склонны планировать корабли, на которые уходит разумное количество времени, а вы делаете маленькие корабли, они немного быстрее. Вы делаете большие корабли, и это большие затраты времени. И действительно, 600-й довольно крупный корабль. Я знаю, что это переделка, а не обновление. Да, большая часть интерьера меняется так или иначе. Я думаю, что каюта капитана — это то, что нужно. Мостик и каюта капитана под ним. Да, хотя у меня нет хэштегов. Джерри, мы собираемся перейти к некоторым изображениям здесь прямо сейчас, и прежде чем мы все обсудим, у нас есть четкие изображения. Но я хочу добавить, прежде чем мы перейдем к этому, что 600-й тоже пришел в себя. Это был первый корабль такого размера, который был построен, и все такое прочее. Поэтому, когда вы строите первый корабль нового производителя в таком масштабе, много времени уходит на создание совершенно новых активов и тому подобное. Так что обычно появляется второй корабль, который немного больше похож на прыжок 890 и тому подобное. Так что это может быть с чем угодно. Чем больше кораблей мы делаем, тем лучше у нас получается. Да, и я думаю, что у него действительно сильный художественный стиль. Корабль происхождения. И я думаю, что если вы когда-нибудь попадете на корабль происхождения и не будете знать, что это корабль происхождения, мы просто потерпели неудачу. Так что я думаю, что материал происхождения узнаваем мгновенно. По крайней мере, так и должно быть. Так что это одна из разновидностей роскоши этого производителя, тот факт, что художественный стиль действительно похож на что-то вроде того. Так, на что же мы здесь смотрим прямо сейчас? Что это такое? Так, это каюта экипажа. Это похоже на разделенную палубу. Так что в основном у вас есть. Я не знаю, как сильно мы хотим об этом говорить. Мы немного поговорим об этом. Стоит отметить, что через пару недель во время ей состоится сегмент, в котором мы поговорим немного подробнее о 601. Мы собираемся ознакомиться с макетом и тому подобными вещами. Мы покажем больше изображений и, возможно, даже немного о некоторых других кораблях. Но у нас здесь были эти ребята, и мы подумали, что просто сделаем тизер. Так что мы собираемся сделать пару снимков здесь, а затем вернемся для более подробного обзора через несколько недель, так что не стесняйтесь говорить. Мы поговорим об общем макете, не порте будущего, просто чтобы сказать, что с точки зрения макета. В настоящее время 600i средняя секция, это модуль, который изменился. Если вы мысленно представите себе, что вся задняя половина интерьера изменилась, так как модуль теперь подвергся переделке, а средняя секция — это общие помещения экипажа, это лучший способ подумать об этом с точки зрения того, где вы видите эти изображения, подобные этому. Вот задняя часть туристического модуля. Как видите, мы сохранили большое-большое стеклянное окно. Это да. Мы старались оставаться верными внешнему виду настолько, насколько это было возможно. Будет несколько незначительных изменений. Он не должен расти, уменьшаться или изменяться в какой-либо форме. Поэтому он должен быть таким же, как у всех. Да, вы можете сделать это лицо. Вы можете это сделать. Но это должны быть те 600, которые все уже любят. Но они есть. Нам нужно улучшить док-станцию и ошейник, интеграцию оружия и башни. Лифты меняются, появились скейтборды, несколько дополнительных окон наверху, так что есть некоторые внешние изменения. Но в основном он останется настолько верным своему нынешнему виду, насколько это возможно. Что это такое? Это зона грузового лифта-эксплорера. Это грузовой лифт. Да, это самый причудливый грузовой лифт, который я когда-либо видел. И просто чтобы сделать людей еще более счастливыми, в этом грузовом лифте помещается Nova. Теперь он подходит для Nova. Да. Как тогда, когда мы говорим, что внутри 601-м было много пустого пространства. Там было много места, которое мы вернули с помощью современного подхода к компоновке, как будто на самом деле в переделке 600 есть три палубы. И нижняя часть эксплорера может вместить это и это грузовое отделение. О, извините. Я просто, моя первая мысль заключается в том, что Nova — это стильное столкновение с Origin и, возможно, с танком Origin. Мы должны делать танк Origin. Танк Origin Hover. Мы собираемся вернуться к изображениям прямо сейчас, пока я не доставил кому-нибудь неприятностей. Итак, у нас есть грузовой лифт. Вы можете как бы видеть это. На самом деле есть еще несколько внутренних лифтов, которые позволяют вам как бы перемещать груз по кораблю. Потому что есть и другие помещения корабля, которые позволяют нам хранить груз. Большой грузовой лифт, я думаю, в середине этой картинки, выходит только наружу. А затем тот, что ближе к вам, проходит между палубами. Это еще не все. Снимок с качелей. Да, обратный ракурс этого снимка. Опять же, это все концепция. Ничего из этого еще не запущено в производство. Да, мы еще не начали работу над 600-й моделью. Производство только должно было завершиться. Посмотрите на камеру и увидите, что эту камеру мы еще не начали переделывать на 600-й модели. Это всего лишь концепция, просто концепция-концепция. И это меня заинтересовало по поводу оригинального танка. Здесь все делается по-другому. Люди не заходят на Reddit и не ведут себя так, как они утверждают. Это буквально случайная идея, которая пришла мне в голову прямо сейчас. И они ни за что меня не слушают. Иначе у нас было бы их очень много. У нас уже был бы этот драндулет. Где мои джунгли на драндулете? Я поднимаю вопрос, где мой драндулет. Этого не случится. Видите, они меня не слушают. Не говорите с ними о них. Так, что же это за комната? Это оружейная комната. Да. Так что это что-то вроде верхней палубы версии Explorer. Да, и опять же приличного размера, так что у каждого экипажа должно быть несколько шкафчиков для скафандров, несколько шкафов и стеллажей. Он хорошо оборудован для большой лунной крыши. И тогда это выглядит просто альтернативой. Мы не можем решить, какого цвета он нам нужен. Понятно, где арсенал в обеих версиях. Может ли один из них быть таким, как он есть только в Explorer? Вы поняли? Какова исполнительная версия? Это Explorer? Еще не решено. Я никогда не могу вспомнить, какой именно. Потому что я имею в виду, что это может быть Explorer. А это опять же тонировка салона. Я просто задаюсь вопросом вслух. Не надо. Да, тонировка салона — это не то, не то невыполнимо. Как бы сильно я это ни ненавидел. Это то, чего мы пока не можем сделать. Так что в данный момент либо одно, либо другое. У вас действительно немного грустное лицо. Что еще у нас здесь есть? Что это такое? Это похоже на грузовой пандус или что-то в этом роде? Да, я думаю. О, я думаю, это верхний этаж, не так ли? Это средняя палуба Explorer. Значит, это грузовой пандус, о котором мы говорили раньше. Здесь есть помещение для хранения всех ваших вещей. Да, так что по сути вам не нужно поднимать свой груз наверх и просто оставлять его там, а потом не иметь возможности поместить что-нибудь еще. И вы можете поднять этот груз, переместить его на склад, а затем освободить рампу для других видов деятельности. Скотти Форд в чате говорит, что я не могу подкрасить интерьер. Скотти Форд не может подкрасить интерьер. У вас все еще есть краска и система подкраски экстерьера. Просто мы не можем красить интерьеры точно так же, как мы строим наши корабли. Эти две системы не работают вместе. Да, так что спасибо вам за заботу, Скотти Форд. На случай, если кому-то интересно, действительно ли мы вживую, да, о, время гастролей. Вау. Небольшая смена стиля. Похоже на то. Помните изображение Госса, которое мы использовали для каждого Ситизенкон и Гомеском, которое мы делали в течение таких лет, как 2013. 2014-2015. Это напоминает мне Госса. Когда я выбирал изображение для этого, я тяготел к этому, и чем больше я на него смотрел, тем больше я предпочитал другие цветные изображения, которые у нас есть. Потому что там есть еще одна буква К, похожая на букву А. Я пропустил синие, оранжевые и некоторые другие цвета. Но думайте об этих светлых вещах как Ада и Аракбсвете. Многое из этого тоже, как я уже сказал, является концепцией. Это своего рода определение идеи. Когда мы приступаем к производству, все еще остается вопрос, хорошо, довольны ли мы тем, где мы находимся. Действительно ли визуально это выглядит так, как мы хотим. Поэтому всегда есть такая итерация в таких вещах, как цвета на стенах, цвета освещения и то, как мы действительно хотим передать настроение. Мы должны быть склонны к этому. И тогда это похоже на водяную стену. Да, это маленький треугольный водный объект бассейна. А отсюда вы можете почти разглядеть его, там сзади сауна и парная. Так что, взяв то, что мы сделали для 890-го, немного уменьшите масштаб. В ваших устах это звучит так просто, Джон неоднородный. Уменьшите масштаб, уменьшите масштаб, и сделайте так, чтобы прибыль снизилась на всю жизнь. Блестяще. И это все, что у нас есть на сегодня. Итак, краткий обзор переделки концепции 600i. Мы рассмотрим ее подробнее через пару недель. Во время ей мы поговорим о планировке. А вы сказали, что сейчас здесь три уровня. Да, теперь три уровня и все такое. Так что, ожидайте увидеть больше информации о ИСК через пару недель. Джон, Бен, это все. Это все, что у нас есть для вас. Большое вам спасибо, что пришли, потусовались, были здесь первого числа. То, что мы внутренне называем эсэту. Очень приятно. Вам нравятся стулья? Мне нравятся. Вам нравятся стулья? Они идут хорошо, поэтому мы собираемся сделать небольшой перерыв и воспроизвести сообщения от некоторых наших спонсоров, а когда мы вернемся. У нас будут члены нашей команды программистов, чтобы обсудить, каково это быть программистом и в чем, черт возьми, разница между программистом и инженером это так. Я действительно не знаю, так что следите за новостями. Это будет следующим. Вы путешествуете по звездам и следуете галактику? Это одинокая, одинокая, голодная работа. Однако всегда помните, что Большой Бенни с вами. Большой Бенни всегда прикрывает вашу спину. Большой Бенни. Ешьте его еду. Девушки отдыхают. 45 999 долларов. Вы будете чувствовать себя в такой безопасности, что сможете отправиться на семейный отдых в систему поджигателей. А кому нужны прыжковые очки, когда вы можете получить эти квантовые накопители Wake Tech XL1 всего за 49 999 долларов только на складе самосвалов. Эти сделки настолько хороши, что дилеры перестанут блокировать станции и начнут честную торговлю. Так что отправляйтесь на ближайший склад самосвалов, пока не поздно. Субтитры делал DimaTorzok Кельта. Просто зайдите внутрь, чтобы начать свою астрономическую экономию. Используя новейшие технологии моби и машины обучения, мы точно знаем, что вы подобрали и уже зарядили. Хотите что-нибудь горячее и готовое к работе? Как насчет хот-догов, начис или бурриты Кельта? У нас даже есть новейшее баллистическое оружие Gemini, такое как Gemini F55 LMG, обладающие взрывной скорострельностью, превышающие 1000 выстрелов в минуту. Это лучший легкий пулемет, который вы можете купить в круглосуточном магазине. Ищите что-нибудь поменьше для детей. У нас также есть пистолет Gemini LH86, идеально подходящий для этих маленьких ручек. Так что приходите сегодня в Кельта за качественные продукции по низким ценам, и мы вернемся. Это были некоторые рекламные ролики, связанные с сообществом и организациями, а также видеоролики о наборе персонала, которые были созданы для прошлогоднего CitizenCon. И мы хотим призвать вас сделать это снова. По сути, мы находимся в том состоянии, когда новый Star Citizen Leaf начинает переформатироваться и превращаться в то, чем мы хотим его видеть. Нам понадобятся такие маленькие кусочки, чтобы вставлять их туда, пока мы меняем сцены, декорации и все такое. Плюс мы просто хотим вернуться к вовлечению как можно большего количества сообщества и контента сообщества. Это наш десятый год, и хотя Star Citizen растет не по дням, а по часам, наша манера презентации и все такое. Есть некоторые вещи, которые восходят к самым ранним дням, например, Ангар Ведомова, где мы включили контент сообщества в наши программы, и мы хотим вернуться к этому. Итак, это мое приглашение вам создавать, снимать орг-ролики, рекламные объявления или короткие видеоролики о чем угодно в стихах, просто повествовательно. От 45 секунд до, скажем, 90 секунд или, может быть, даже двух минут, в зависимости от обстоятельств. Не злоупотребляйте гостеприимством. Мы хотим постараться привлечь как можно больше людей. Но да, и отправить их в центр сообщества. И тогда вы знаете, что мы сможем их увидеть, а другие люди смогут проголосовать за них и проголосовать за них. Если вы не знали, есть совершенно новый центр сообщества, доступ к которому вы можете получить на веб-сайте .com of RobertsPasIndustrise. Но вы разместили эти материалы там, и кто знает, может быть, они будут демонстрироваться здесь, в Star Citizen Leaf, каждую неделю. Сейчас наш второй репортаж за день немного о жизни программиста, и к нам на шоу присоединяются трое программистов из нашего офиса в Манчестере. В какой команде вы состоите? Это команда ЕС ЮПА. Представьтесь, мы начнем. Вы начинаете прямо здесь. Кто вы? Кто вы? Привет, где мне это искать? Вы смотрите на меня. Просто круто. Да, я Джейкоб. Я один из программистов в ЮПА, так что я занимался такими вещами, как генерация добычи, и в настоящее время работаю над спасением. Вы также работали над системой комнат и сборщиками урожая. Да, да, я тоже один из тех, кто занимается сопровождением этих вещей. Как давно вы работаете в компании? Уже почти два года. Два года, и вы уже сделали сбор урожая, систему помещений, сбор урожая, добычу, утилизацию. Яроу, кто вы? Чем вы занимаетесь? Я Яроу. Я немного меньше Джейкоба. Я делал лазерные мины. На самом деле, я занимался некоторыми работами с горными приспособлениями после того, как Гильермо работал над ними раньше. А теперь это все ресурсные сети. Так что жизнеобеспечение и гравитация, все эти забавные штучки напоследок. Просто забавные штучки вроде жизнеобеспечения и гравитации. Просто несколько небольших фундаментальных систем, которые изменят жизнь такой, какой мы ее знаем в стихе. Точно так же, как быстрые крошечные черты, Гильермо, кто вы и чем занимаетесь? Привет. Я Гильермо, и я здесь программист игрового процесса. И да, я занимаюсь кучей вещей, в основном добычей полезных ископаемых в наши дни, но я также являюсь владельцем функций сети ресурсов. И да, я рассказал. Я также работал над такими вещами, как устройство для майнинга, сбор урожая и тому подобное. Подвиньтесь немного. Вы правы, у нас всего два стула. У нас всего два стула, и мы не хотели оставлять Гильермо в стороне. Поэтому на нашем первом шоу мы уже вызываем сюда аудиторию, чтобы узнать, нельзя ли нам пригласить третьего человека. Привет, Гильермо, прямо здесь. Мы обещаем, что в следующий раз вы получите одно из удобных кресел. Так что давайте поговорим о жизни программиста и начнем с самого простого. Что такое программист? Что программист делает в видеоиграх? Например, представьте, что вы на пикнике или что-то в этом роде со своей семьей, и ваша мама приводит свою лучшую подругу, и она такая, «О, дорогой, расскажи тете Перу, что ты делаешь». Как вы объясните, какого черта делает программист? Пытаться объяснить это своей бабушке — всегда плохая идея, потому что им это будет неинтересно. Но да, то, что мы делаем, по сути, заключается в том, что мы превращаем идеи дизайнеров во что-то, что действительно будет работать в двигателе. Часто мы создаем инструменты, которые затем дизайнеры уровней и контента используют для создания игрового процесса. Хорошо, Яра Гильермо, вы хотите что-то добавить к этому? Да, я думаю. Терстену приходит в голову идея. Он присылает мне кт. Затем я смотрю на нее, а затем мы как бы переводим ее в код и задачи. А затем выполняем задачи и просто объединяем код вместе. А как насчет вас? Гильермо, я бы добавил также, что в зависимости от будущего, во многих случаях мы также будем выполнять небольшую начальную работу над пользовательским интерфейсом. Или небольшую начальную дизайнерскую работу. Ведь вы знаете, что нам нужно на самом деле протестировать функции, прежде чем мы вернем их обратно. Так что в итоге вы делаете всего понемногу. Честно говоря. Итак, вы упомянули дизайнеров, но это также и художники. Это касается всех. Им приходят в голову идеи, которые мы хотим сделать так или мы хотим сделать это. А затем программистам приходит в голову сказать, хорошо, мы придумаем, как это сделать. Это все не так ли? Часто наша работа состоит в том, чтобы сокрушить мечты дизайнера, потому что они хотят сделать все это, а мы говорим им нет, вы можете сделать только это. У нас буквально есть директор по дизайну и художественный руководитель, сидящий у вас за ухом. Они не люди, поэтому не могут возражать. Вы хотите им что-нибудь сказать? Отличная работа. Перестаньте просить о всякой чуши. Нет, я имею в виду, я думаю, что речь идет скорее о том, чтобы настроить дизайн вместе с кодом так, чтобы он функционировал вместе. Чтобы мы не создавали специфическую функцию для одной крошечной вещи. Если бы это могло быть немного более общим и подходить для большего количества вещей, чтобы мы не повторяли код все время, потому что, очевидно, никто не хочет писать много кода. А потом он просто разрушается, потому что новая функция включает его. Я знаю, что одна из главных тем в 318 прямо сейчас, это постоянная потоковая передача сущности PES. И поэтому это основополагающее изменение во всем в Star Citizen. Я знаю, может быть это не обязательно сильно повлияет на дизайн, хотя и повлияет, потому что все будет работать по-другому. И вы знаете, нарисуйте изгибы вон там как PESHTO. На меня это нисколько не влияет, но я представляю, что вы, ребята, находитесь на передовой. PESHTO – это то, что есть на самом деле. Это должно быть разрушение ваших вещей. И на что это похоже? Я не прав? Я прав? Нет, вы абсолютно правы в том, что многим игровым командам сейчас приходится переосмысливать свой код, чтобы сделать его должным образом совместимым с PESHTO. Многое из этого работает, но многое нуждается всего лишь в некоторых доработках, некоторых улучшениях. Одна из самых больших задач, стоящих перед нами на данный момент – это переоценить все наши существующие системы и убедиться, что они соответствуют новейшим технологиям. Я получаю сообщение, здесь буквально говорится, что парень с вьющимися светлыми волосами – близнец бойца UFC Пэтти Пинблат. К сожалению, я пока не тренируюсь в ММА. Нет, я мог бы начать. У вас явно есть внешность. Да, так что с работой над PES, верно? Прямо сейчас я знаю, что вы делаете. Вы проделываете большую работу. Или на самом деле я, возможно, что-то перепутал. Вы проделываете большую работу по очистке корпуса. По очистке корпуса. И как это продвигается? Мы на месте. Все готово. Вы просто двигаетесь по инерции, пока не выйдет 318 номер. Определенно нет. Нам еще многое предстоит сделать, но на данный момент мы находимся на действительно хорошем этапе. В основном это своего рода внесение последних штрихов и исправление ошибок. И Яра, я знаю, мы об этом говорили. Мы говорили о том, что когда я на днях зашел к вам за стол, вы рассматривали несколько старых прототипов управления ресурсами, которые коллег сделал в студии Лос-Анджелеса много лет назад. Почему вы смотрели на старые вещи с переднего разреза? Это круто. Это круто. Просто я чувствую, что это возможности для создания сети ресурсов и включения различных видов отвлечения внимания. Мы также обсуждаем это с Гильермо. Есть много возможностей для игрового процесса, и я чувствую, что это также добавит к тому, что делает программист. Мы вроде как тоже придумываем идеи, а затем идем к Торстяну и думаем, о, может быть, нам стоит попробовать что-то новое прямо сейчас. Когда я проходил мимо нашего стола, это был прототип. Так что прототипы постоянно создаются внутри компании. Хейлокс сделал это примерно полтора года назад, и это было очень здорово. Это было очень здорово. Это было для ремонта торгового автомата. Это то, что это было? Это было похоже на целый симулятор торгового автомата, в основном с большим количеством деталей, которые вы могли разобрать, а затем с какими-то предохранителями, что угодно. Но да, тогда вам нужно перевести это в игру с помощью сетей, всего такого. И это, очевидно, требует гораздо больше работы вдобавок ко всему. И его работа состояла в том, чтобы по сути сделать самый сложный торговый автомат, какой только возможен в игре, с меньшими подкомпонентами и всем прочим. Просто чтобы посмотреть, как далеко вы сможете продвинуть прототип. Но теперь то, что вы делаете, и я хочу поговорить об этом, потому что это происходит здесь совсем. Сейчас вы берете этот прототип и должны посмотреть, что может работать с любой другой игровой системой, которая есть в этой штуке. Потому что вы знаете, когда вы создаете прототип, вы получаете возможность работать в одиночку, независимо, в мире совершенно самостоятельно. Вам не нужно беспокоиться о том, на какие другие системы вы наступаете, чью работу вы разрушаете и все такое. Но теперь ваша работа как программиста, вы должны прямо сейчас принести это и интегрировать в мир. Так ли это просто? Это трудно? Я знаю, что это нелегко, но как часто вам приходится что-то убирать? Они говорят, о, мы бы с удовольствием это сделали, но вы не можете этого сделать из-за этой функции. И вы не можете этого сделать из-за другой функции, которая у нас есть. И тому подобного. На что это похоже? И Гильермо, да, вы сможете много говорить об этом. Так что же у вас есть? Итак, вы говорите, что у нас есть две вещи, либо релиз довольно близок. И вы знаете, что мы действительно не можем фундаментально переписать игру, чтобы поддерживать все то, что мы хотели бы сделать, либо в данном случае сеть ресурсов. На самом деле все наоборот. Мы обычно просто идем к одному из директоров и говорим, а эта система на самом деле несовместима с тем, что мы хотим сделать. И люди говорят, хорошо, хорошо, мы это пишем, что в некотором роде освобождает. На самом деле вас не сковывает обычно ваш собственный старый код. Обычно это часто приводит к тому, что я кусаю себя за задницу. Но нет, на самом деле у вас есть большая свобода сидеть сложа руки со всеми, кому придется использовать эту систему, и говорить, хорошо, чего все от нее хотят. Например, в данном случае исследовательская сеть во всех будущих контейнерах для хранения топлива, энергии и тому подобным, используя ту же базовую логику, что и грузовые контейнеры, которые мы получаем с физическим грузом. Так что, по крайней мере, если ресурсной сети по какой-либо причине придется перемещать грузы, возможно, в будущем нефтеперерабатывающий завод будет перевозить подобные грузы. Это будет та же самая система. Очень хорошо. Вот почему так важно выстраивать эти вещи системно, чтобы каждая из них по возможности переходила в следующую. Но именно в этой системности размножаются жуки. Это большая часть вашего времени. Мы говорили о том, как много вашего времени уходит на создание вещей и создание возможных вещей, о которых вас просят дизайн и искусство. Но сколько вашего времени уходит на уборку за другими людьми? И если это сработало два патча назад, что вы сделали? Изрядно. Мы выполняем каждый спринт, который у нас есть. Всегда есть раздел ошибок, которые нужно исправить. Некоторые из них вызваны нами, некоторые нет. Некоторые из них — это просто своего рода побочный эффект изменения других вещей. Но да, мы тратим много времени на исправление книг. Раньше мы вели трансляцию с программистом игрового процесса по имени Марк Абен из офиса в Лос-Анджелесе под названием «Багсмэшерс», где он в основном проходил и демонстрировал процесс создания ошибок. Процесс создания ошибок очень прост. Продемонстрируйте процесс исправления ошибок. Так было всегда. Задача всегда состояла в том, чтобы найти интересные ошибки, потому что большинство ошибок довольно глупы и утомительны. И это похоже на то, что на каждом третьем шаге происходит заикание кадра или что-то в этом роде. Поэтому мы всегда изо всех сил старались найти интересные ошибки или уникальные ошибки. Кстати, мы также вели трансляцию под названием «Ведьмин глюк кричи Тайлеру и Кену», где мы демонстрировали наши более креативные или более интересные ошибки. Если я спрошу вас сейчас, какие ошибки были наиболее интересными или креативными, а может быть просто абсолютной занозой в заднице, с которыми вам приходилось сталкиваться в прошлом, что вам придет в голову? Один из них определенно выделяется. Недавно у нас была довольно забавная проблема с системой комнат, потому что мы обнаружили, что у нас случались сбои в системе комнат, когда люди что-то делали с инвентарем. И это не имеет никакого смысла. Они совершенно не связаны между собой. В конце концов, после долгих мучений, мы выяснили, что это связано со шлемами. Когда вы вытаскиваете шлем из инвентаря, и он становится похожим на предварительный просмотр у вас на голове. Ну, внутри шлема есть комната, но это не настоящая комната, когда это просто предварительный просмотр пользовательского интерфейса. Это вот что. Вы знаете, что шлем с голограммным пользовательским интерфейсом, но комната внутри голограммы все еще пыталась поговорить с реальной системой комнат, и из-за этого все пошло ужасно неправильно. У нас были комнаты с привидениями из шлемов. Внутри шлемов есть комната. Конечно, почему бы и нет. Комната — это все, что содержит атмосферу, которую можно извлечь из всего этого. А как насчет вас, Гильермо? У вас есть что-нибудь? Я думаю, у нас было несколько интересных моментов, когда мы добавили дозаправку. Это была еще одна функция, над которой я работал, в основном связанная со стыковкой. Потому что до этого стыковка была чем-то, что происходило между станциями, которые статичны и имеют бесконечную массу для всех целей и форму, которая также не пытается сдвинуться с места. Но как только появилась дозаправка, люди пытались путешествовать в квантовом режиме с помощью кораблей, которые поступали как этапультирующиеся корабли. Вы вытягиваете руку, разгоняетесь до крейсерской скорости, отпускаете истребитель и начинаете вращаться. Что-то в этом роде. Кот должен был справиться с этим. Он должен был сломаться. Он должен был наказать игроков. Этого не произошло. Так что у нас получилось несколько довольно забавных ситуаций, когда корабли начинали перемещаться взад и вперед внутри звездной звезды. Надеюсь, вы, ребята, не так часто видите это в наши дни, но отлаживать это было довольно забавно. Справедливо. Что у вас есть? Я убил себя на мысли о какой-то конкретной ошибке. Одна из моих любимых классических ошибок была еще во времена Ирина Комендер. Я думаю, что это было до появления ПУ. Корабли, такие как шершни или что-то в этом роде, просто взрывались случайным образом, а иногда они взрывались после двух минут полета. Иногда они взрывались после восьми минут полета, и было так трудно попытаться воспроизвести это. Некоторые люди могли летать вечно и быть в порядке. И это было в Хорнете. Если я правильно помню. Я оставляю за собой право ошибаться по этому поводу, но я почти уверен, что это был шершень. Может быть команда старьевщиков вспомнит об этом, когда я доберусь до него, но в конце концов они определили, что на старом летном костюме висел фонарик. Он не Джон Круз, кивающий сейчас на заднем плане. В старом летном костюме был фонарик, который висел на поясе. И из-за физической природы этой вещи, когда вы выполняли определенные движения, наносили определенные удары, фонарик освещал борт корабля на одно очко повреждения. Одно очко повреждения, одно очко повреждения. До тех пор, пока в конце концов корабль не взорвался, и предсказать это было невозможно. Не было никакой возможности. Это было невозможно отследить, потому что все летают по-разному, делают разные движения и все такое. Так что это было мое пробуждение к святому дерьму. Эти штуки могут исходить откуда угодно, даже от дурацкого фонарика, я думаю. Я думаю, что он у нас все еще есть. Но для шахтерских кораблей расходные материалы для добычи полезных ископаемых, которые вы можете надеть на голову, как правило, отсоединяются, не наследуя для этого скорости. Если бы вы путешествовали по гелевому поясу астероидов после добычи камня, и внезапно один из ваших модификаторов истек и попытался отделиться от корабля, у вас внезапно произошло бы столкновение. Тысячи метров в секунду. И да, мне действительно жаль всех шахтеров, в том... Посмотрите прямо в эту камеру прямо здесь. Вот так, идите и извинитесь перед игроками. Извините, нам нужно добавить увеличение. Кстати, для людей, которые заметили такие вещи, как проблемы с мягкой фокусировкой, а мы все еще работаем с несколькими камерами и тому подобными вещами. Я обещаю, что мы это сделаем. Это наша первая съемка живого шоу на космическом корабле с этой командой и этой съемочной площадкой. The Citizen Con была другой группой. Что-то в этом роде, так что потерпите, пока мы разберемся с перегибами и все такое. Надеюсь, так же, как и наши космические корабли, мы будем становиться лучше по мере того, как будем делать с ними все больше и больше. Так что и вы, ребята, тоже. Эта неделя была этой неделей и прошлой неделей. Это было на этой неделе? На прошлой неделе? Я знаю. Недавно за последние полторы недели мы начали переезжать в офис. Открылся новый офис в Манчестере здесь, на товарном складе. Вы были одними из первых арендаторов, которые пришли сюда. Поговорите со мной. На что был похож этот опыт? Для меня это было очень здорово. Я работал удаленно с тех пор, как пришел сюда. Я тоже не был в офисе Уильмслу, так что здорово попасть туда и наконец-то познакомиться со всеми по-настоящему. Это верно, потому что вы были наняты во время пандемии, так что вы даже не ходили в больницу Уильмслу во время пандемии, и я все это время был удален. Так что да, теперь я могу познакомиться со всеми, пообщаться и увидеть людей, которых я видел только в командах. Трехмерность выводит вас из себя, не так ли? Ведь вы привыкаете к тому, что люди — это два рэ и бемоль, и есть люди, с которыми у меня были многочасовые беседы, и я вижу их в первый раз за три рэ, и я такой, я не знаю, кто они. А они такие, чувак, это я, Уильям. А я такой, я просто не ожидал, что у вас такое лицо. Это странно. Я Роу, Гильермо, вам нравится проводить время в новом офисе? Что вам больше всего нравится в новом офисе на данный момент? Да, я чувствую, что гораздо проще вести эти небольшие беседы, когда у меня обнаруживается ошибка или что-то в этом роде. И типа того, обычно я бы не стал писать сообщения команде, потому что это похоже на что угодно. Но, например, если Гильерман сидит прямо рядом со мной, проще просто сказать, да, хорошо, что вы об этом думаете? И я чувствую, что это вроде как ускоряет работу над некоторыми вещами. Да, я думаю, сейчас вы получаете много такого сотрудничества. Очень легко сделать вид, что я собираюсь сказать, что мне не нравятся встречи. Может быть, в аудитории есть кто-то, кому нравятся встречи. Мне жаль их. Но, с другой стороны, разговаривать с людьми, просто подойти к ним и поговорить до тех пор, пока они не заняты чем-то более важным, помогает решить множество мелких проблем, которые у нас есть. Вы знаете, выяснение обратной стороны, точное понимание того, что они подразумевают под одним из сообщений, которые я снимаю на Гвайра или на других подобных вещах. Я думаю, что быть лично лучше, по крайней мере, для меня. Справедливо, Гильермо, мне не нравится попадать в кадр прямо там. Просто сделайте снимок экрана и увеличьте масштаб, и вы сможете сделать мем под ним. Так что, джентльмены, на этом все. Это ваш первый звездный гражданин в прямом эфире лично. В любом случае, мы сделали снимки с зумом. Как вы думаете, что вам больше нравится вживую? О да, очень нравится. Это удобное кресло. Это удобное кресло. Снова в Джорму. Я обещаю, что в следующий раз мы посадим вас в удобное кресло и заставим кого-нибудь другого сесть сзади. Давайте подойдем к этой камере. Спасибо, что смотрите всех, кто был в звездном гражданине в прямом эфире. Не забывайте, что это акция на Хэллоуин. Прямо сейчас проходит пара различных акций, конкурсов и прочего на Хэллоуин. Вы можете прыгнуть во вселенную и получить шанс разграбить пару крутых жутких шлемов на тему Хэллоуины и все такое. И еще я думаю, что в интернете появилось множество социальных сетей. Вы можете ознакомиться с подробностями на веб-сайте robertspossindustries.com или в социальных сетях Star Citizen в Твиттер, Инстаграм. И если я не ошибаюсь, сейчас есть даже ТикТок. Я еще не проверял его, но буквально на днях я получил сообщение, в котором мне предложили идею поучаствовать в ТикТок Star Citizen. И я думаю, что мне нравятся плохие идеи ровно настолько, чтобы я действительно мог это сделать. Так что посмотрим, как это получится в звездных гражданах, которые вернутся на следующей неделе. Мы ознакомились с этапами планирования новых подземных сооружений, которые вы видели в Citizen Gun. Они приступили непосредственно к производству, и мы собираемся с ними поговорить. Мы собираемся поговорить с Джоном Гриффитсом, и он в основном ознакомит нас с тем, как мы планируем объем работ для новой функции или локации. Это своего рода история развития, которую мы раньше не рассказывали, и я с нетерпением жду возможности окунуться в нее. А затем наш собственный друг Сильван из команды разработчиков. Он расскажет все об улучшениях 12-го поколения, которые появятся в Star Citizen с Alpha 318 и далее. Так что это будет внутри Star Citizen в четверг на следующей неделе. А потом мы сразу вернемся сюда. Кто знает, что произойдет. Мы все еще выясняем это, но будьте уверены, мы посмотрим, не сможем ли мы решить некоторые проблемы с фокусом или что-то в этом роде. Так что для всех присутствующих давайте перейдем к главному. Для всех здесь, в Star Citizen, спасибо, что смотрите, и увидимся на следующей неделе. Будьте осторожны. До свидания. Продолжение следует...